Аплодисменты 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 Джорджи Бизе Коррион, прозвучала заставкой к сегодняшней нашей программе «Звонница». И в связи с темой сегодняшнего концерта уместно вспомнить о том, что колокола были неотъемлемой частью жизни на протяжении многих-многих столетий. И в больших городах, и в малых селах, и в том числе у нас на Руси. По одним источникам считается, что колокола в нашу страну заведены были из Византии. По другим из Западной Европы. Первое упоминание в новгородской летописи о колоколе на Руси, колоколах на Руси, относится к XI веку. А вот первое упоминание, тоже летописное об отливке колокола здесь уже на нашей земле, это середина века XIII. Отливка колоколов была делом очень сложным, очень почетным. Вы помните, да, фильм Андрея Тарковского, Андрей Рублев, там изумительный, совершенно по выразительности эпизод, повествующий о том, как большой колокол проклевается. И вот такое событие было столь значимым, что о нем заносили записи в летописи. В сплав из меди и золова добавляли серебро. Отсюда пошло у нас выражение «серебряный звон». Звоны есть разные. На дни праздничные и дни будние, на дни постные и дни воскресные. Есть свои собственные звоны, свои традиции в разных регионах, в разных монастырях, в разных храмах. И традиции эти передаются изустно от звонаря к звонарю. А есть и концерты колокольной музыки. Сегодня в нашем программе будет звучать музыка специально для колоколов написанная. Будут звучать произведения, в которых авторы подразумевают наличие партии колоколов. А также будут звучать и те произведения, в которых оркестровыми средствами воспроизводится колокольное звучание. Римский Корсаков и его подвертюра «Светлый праздник», празднику Пасхи посвященную. Это уникальное произведение во всей русской музыке и до Римского Корсакова, и после него композиторы вводили темы церковные, православные песнопения, свои произведения. А Римский Корсаков первым построил целиком свое сочинение на темах из обихода. Он упомянул три напевы. Это «Довоскресный Бог», «Ангел Папияши» и «Христос воскресе». И воссоздается такая целостная картина пасхальной службы, оркестровыми средствами. И еще одна особенность этой вертюры – колокольные звоны. Причем звоны не какого-то отвлеченного или придуманного храма, а из детских воспоминаний. Колокола Софийского, попростите, колокола Савора Успения Пресвятой Богородицы в Тихлине, в городе, в котором композитор провел свои детские годы. Римский Корсаков «Овертюр» – светлый праздник. Исполняет Омский академический симфонический оркестр. Дирижер Дмитрий Васильев. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует... 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 Спасибо. КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Русь колокольная! Аплодисменты! 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует...